И всем доброе утро. Вопрос задали про то, что есть чувство вины после развода относительно того, что ребенок остался без отца. И с вами Вишнюков Андрей. Из нашего карантина отвечаю на ваши вот эти вот вопросы. Задавайте их, кстати. Есть отвечать на этот вопрос. Чувство вины, оно такое глобальное. То есть вообще у человека есть ответственность. Это когда мы как бы что-то сделали. Ну не как бы, а точно что-то сделали такое негативное. И нам за это, можно сказать, стыдно. Мы хотим извиниться перед человеком. Хотим как-то исправить ситуацию. Это такое взрослое поведение. Чувство вины – это детское поведение. Когда нас родители ругали, или там бабушки, дедушки, или учителя там какие-то значимые, то оно у нас имплантируется, называется интроицированное чувство. Чувство вины мы себя вот ругаем, мы себя стучим, мы себя царапаем. Это говорит о том, что в нас до сих пор живут вот эти родительские фигуры. Просто они там стали нашей привычкой такой, да, как к себе относиться. Вот как родители к нам относились, так и мы относимся. Независимо, что речь идет о вас как о маме, да, и речь идет о ребенке вашем. Все равно внутри вы рассыпаетесь, вам внутри некомфортно, вы чувствуете, что что-то там не додаете ребенку, да, то есть что в чем-то неправо. Главная ключевая здесь штука, что я не права, да, то есть что я вот что-то такое сделала плохое. И вы себя за это плохое ругаете, то есть фактически ваша психика хочет вернуться туда в состоянии сказать, я хороший, я ничего плохого не сделала. И здесь сталкиваются взаимные два интереса. Смотрите, интересная такая штука. То есть вот эта детская реакция, я что-то не даю ребенку, я ж мать, я плохая мать, да, то есть у вас внутри звучит вот это, что я плохая мать, да, и тем более если вы ребенка любите, да, то есть хотите ему что-то сделать такое хорошее в детстве. Вот это я плохая мать, я еще и как бы калечу своего ребенка, да, то есть я ему что-то не додаю. Здесь хорошо посмотреть, не проецируете ли вы на него что-то из своего детства, насколько у вас в вашем детстве фигура отца присутствовала, насколько он участвовал в вашем воспитании, да, насколько вам это было важно, да, то есть почему вот здесь вот у вас внутри срабатывает, что все, ребенку настолько будет тяжело, он лишен отца, там, да, то... Вы откуда-то знаете, да, о том, что это там плохо, тяжело, но откуда мы знаем? Из нашего детского опыта, да, что вот это очень важно, да, то есть, например, вам папы не хватало. Или наоборот, он был хороший отец, да, то есть его было очень много, вот, а мамы там не хватало, и отец стал фигурой мама-пап такой, да, и вы знаете цену, да, вот присутствие отца. Вот, поэтому если снимать чувство вины, то надо прорабатывать вот эти истории, вообще вот это состояние, да, что у вас до сих пор, как вот это Маша и Медведь, да, высоко сижу, далеко гляжу, у вас внутри сидит вот эта вот Маша там в голове, но только у вас мама, да, которая там в этом сундуке вместе с пирожками сидит и вас ругает, да, то есть по-хорошему вообще надо работать. Вот про это чувство вины, ну, в идеальной картинке, конечно, прорабатывать это там с вашим психологом, психотерапевтом, ну, или учиться отслеживать, как я себя ругаю, и то, что вот я снимаю в роликах про внутреннего ребенка, научиться расщеплять себя, да, то есть это я себя в этот момент разделяю на внутреннего раненого ребенка, девочка у меня внутри, да, и разделяю вот на свою вот эту вот маму-папу, да, то есть я себя ругаю, как мама, как моя папа, да, то есть и внутри брать ответственность. Если вообще по сути говорить вот про чувство вины перед ребенком, ну, во-первых, у вас про ответственность, да, то есть вы развелись, для ребенка вы сделали точно лучше. Я вам как вот специалист, который работает там не с детьми, а со взрослыми, которые имели детский опыт, что если люди друг друга не любят, если у них конфликты, если мать недовольна отцом, да, если она его унижанит, если она его там обесценивает, даже просто она в нем не видит своего короля, там не гордится, то развод в этом случае, да, лучше, потому что ребенок видит конфликты между родителями, что точно, вы можете там Юлию Борисовну Гиппенрейтер почитать, да, общаемся с ребенком, как или так, там, она однозначно пишет, что ребенок не должен видеть конфликты, да, между его родителями, потому что это очень нецелительно для психи. Второе, это обесценивание, да, фигуры отца, ребенок еще, если это там мальчик, он, например, хочет маму защищать от отца, вмешивается в какие-то вот отношения между родителем, и это все травмирует. В этом случае развод может быть точно хорошим решением, да, но с условием, смотрите, то, что вот вы разводитесь, вы перестаете быть друг для друга мужчиной, женщиной для друга, мужем, женой, но функция отца остается. Ваша задача сделать все, да, чтобы отец, вот этот мужчина, да, продолжал с ребенком общаться, что значит сделать все? Ну, то есть это однозначно мужчине говорить, что наши конфликты никак не влияют, да, на то, что ты общаешься с ребенком, я бы хотел общаться с ребенком, это первое. Второе, независимо от того, дает он денег на ребенка, не дает, платит он алименты, не платит, вот, это отдельно, да, материальное ребенка, да, вам может быть обидно, больно, но ваша задача, даже если он ведет себя как полный говнюк, все равно не мешать ему общаться с ребенком, разделить вот эти две вещи. Если он хочет брать, делать, заниматься с ним, участвовать, пусть занимается, да, решайте вот ваши отношения с ним отдельно от того, что отец принимает участие в воспитании, там, ребенка, да, то есть, вот, вы каким-то образом, да, должны протранслировать мужчине, да, что наши с тобой взаимоотношения, наша обида, наша боль никак на ребенке не отражается. Ну, понятно, после развода вам надо внутри согласиться с тем, что мужчина тоже проживает вот эти травмы, там, 9-40 дней годовщины после развода, да, он может закрываться, ему может быть тяжело, и, соответственно, он тоже, ему больно, да, он в ребенке и вас может видеть, там, обидеться на что-то, да, ну, по-любому изнутри вам надо убрать вот это любое состояние, да, то есть, которое может влиять вот на общение, там, с ребенком. Самому ребенку, смотрите, если вы, прощите внимание, чувство вины, если вы хотите снять вот это чувство вины для ребенка, вы ему говорите, да, то есть, мы развелись, мы просто, ну, больше с папой, там, не любим, мы не можем, там, быть друг с другом, да, вот, но я остаюсь твоей мамой, а папа остается твоим папой. Я люблю тебя, папа любит тебя, ну, скорее всего, жалко, что он не сможет с тобой общаться, там, теперь так часто он с тобой не живет, вот, но папа остается, да, то есть, вот, не плодите негатив, что там твой отец козел или там это, да, наоборот, сохраняйте, да, что вот это вот ощущение, папа есть, да, вот, и у нас есть конфликт. Ну, сожалейте ребенку, да, то есть, ребенок поймет, ребенок, дети чувствуют больше, чем мы себе представляем, да, то есть, у них есть понимание. Если вы насчет этого спокойны, да, но ребенок будет успокаиваться, соответственно, вслед за вами, да, вот, и каким-то образом, если я могу отдельный ролик снять, да, что делать в случае, если, например, отец сам устранился, да, то есть, как сделать так, чтобы ребенок, ну, там, вырос, особенно если мальчик там, да, чтобы он вырос даже без отца, вырос, ну, нетравнированным, да, добрал то, что нужно добрать, если там это нужно, но в комментах, может, как-то поставить, и отдельный ролик с ним. С вами был Вишняков Андрей, про чувство вины. Пишите комментарии, задавайте ваши вопросы, пока я в карантине, много возможностей ответить на, и в прямых эфирах, и в комментах, и, я имею в виду, снять видео какие-то.